Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, вот возвращаясь к опросам, нет такого, что сейчас просто по горячим следам, свежи воспоминания, есть недовольство, но через 4 года все это не будет иметь никакого смысла, никакого значения? Ну, здесь еще важно, как себя покажет Байден, поскольку если вот этот пакет помощи, который они сейчас через Конгресс проводят, там 1,9 триллиона, если я правильно помню, а если он сработает, если экономика там перезапустится, потом у Байдена еще планы провести большой пакет уже не финансовой помощи, а связанный с развитием американской экономики, в частности, там инфраструктура. Все, кто был в американских аэропортах, понимают, что они как-то похуже, чем какие-нибудь там китайские или европейские. И если у Байдена получится вернуть американскую экономику, ну, там, до кризисного, до ковидного состояния, то вряд ли у Трампа будут какие-то шансы, поскольку обычно выборы президента, они очень как-то коррелируются с состоянием экономики. Если экономика в момент выборов ведет себя хорошо, то президент, там, Байден, если он захочет снова, или, может, там, Харрис, они смогут достаточно легко избраться. Если вся вот эта вот история с восстановлением экономики будет не очень удачной, то, черт его знает, может, и Трампа выиграет. Это прекрасно. Сергей, спасибо вам огромное, что помогли разобраться и прокомментировали. Хорошего вам дня, вечера и, в общем, выходных. Спасибо, всего доброго. Спасибо, всего доброго.